Доброе утро! Образовательный проект. Расскажите нам об этом. Да, образовательный проект, он вообще изначально родился из онлайн-университета. В 2019 году на платформе Добро.ру был открыт Добро.университет. Онлайн-курсы для волонтеров различных уровней. И вот в этом году этот проект перешел уже из стадии онлайна в живую. И было выбрано 10 субъектов пилотных. Ну и школа Добро.университет стартовал уже в живую в 10 субъектах. И Югра в том числе. Выпала честь. Скажите, а в каком формате будет проходить вообще обучение? И на кого рассчитана эта школа? Ну здесь вообще два блока обучения. То есть это организаторы добровольческой деятельности и непосредственно сами добровольцы. Ну и сами добровольцы с 14 лет до серебряных волонтеров. То есть у нас будут и школьники, и студенты, и взрослые волонтеры, ну и серебряные волонтеры. Помимо возрастных ограничений, да, требований к возрасту, какие-то еще моменты? Ну, небольшой критерий. Минимальный для категории добровольцев, минимальный, наверное, понимание, да, и опыт добровольческой деятельности. Ну и желание поучиться. Ну если опыта недостаточно, иногда же ведь и желание спасает. Ну, желание, да, но конкурс большой. Всего 100 мест. То есть будет строгий ответ. Да, всего 100 мест. Ну на сегодняшний день уже более 100 заявок, но есть еще шанс до 17 сентября подать заявку, и которую мы уже отберем 100 человек, которые смогут пройти обучение вживую здесь, в Хантамансийске. Там какие-то конкретные дисциплины будут преподаваться? Как это будет выглядеть? Ну, вообще интенсив, три дня, но интересные федеральные эксперты, интересная программа, то есть там не будет что, лекция, да, разнообразный, да, такой интенсив будет образовательный, поэтому я думаю, что будет очень интересно в плане того, что, ну и познавательно, ну и давно у нас не было мероприятий, да, все соскучились, да, и тут у данного мероприятия такая уникальная возможность, потому что встретятся те добровольцы, которые там в муниципалитетах помогали во время пандемии, да, которые вот встречались где-то на площадках на совещаниях в Зуме, но не виделись, да, и с одной стороны образовательный интенсив, и с другой стороны вот эта вот душевность, добровольцев, да, это будет уникальный проект. Ну, поскольку это школа, все-таки какие-то временные рамки есть, или это вот какое-то разовое мероприятие, вот такое в несколько дней? Ну, 22 часа прям обучения, то есть это курс целый. Это курс. Да, это курс. Ну и ребята смогут как раз получить сертификаты, и дальше, если какие-то знания интересные еще, то уже непосредственно на платформе Доброру можно будет пройти дополнительные курсы по своему направлению. Вы вот сказали, что особенно в прошлом году работа кипела действительно у добровольцев, у волонтеров. Хватало работа. Да, хватало. Хватает наверняка и сейчас. Что сейчас происходит? Как вообще обстановка? Ну, сейчас буквально на этой неделе подведены итоги четвертьфинала премии «Мы вместе». Сейчас наши ребята у нас порядка 30 проектов готовятся к полуфиналу, к защитам. Какие идейные у нас люди. Да, там разные номинации, и медиа-волонтеры, и просто волонтеры, и бизнес-структуры, поэтому мы держим кулачки за наших ребят. Ну, в декабре, в начале декабря, в конце ноября у нас запланирован большой форум «Добрые люди». Ну, и вообще, в принципе, всю информацию можно в нашей группе черпать. Ну, и на сайте. Да, и на сайте. Я вот вообще слабо себе представлял, что, ну, даже плохо, как-то не знал, что настолько развито волонтерское движение у нас сейчас, особенно в последнее время, набирает обороты, и добровольцы, и волонтеры по всем направлениям. Скажите, доброволец, это работа или это состояние души? Ну, это состояние души. Ну, вот как по мне, состояние души. То есть, все-таки человек должен чувствовать в себе эти силы, возможности, чтобы решиться, скажем так, действовать во благо абсолютно безвозможного. Не себя, во благо действительного общества. Марат, давайте напомним, куда можно подавать заявки, и можно ли еще? Да, заявки можно подать на сайте Добро.ру, но ссылка на мероприятие есть в нашей группе ВКонтакте, Центра развести добровольчества. До 17-го числа включительно можно подать заявку на два блока. Это просто волонтеры, либо организаторы добровольческой деятельности. Так, ну, надеемся, что все желающие успеют это сделать, потому что всего пару дней остается до окончания регистрации, так что дерзайте, друзья. Марат, огромное спасибо вам за беседу. Мы желаем вам успехов, и спасибо, конечно же, за ваше дело доброе. Спасибо. С гостем прощаемся с вами, увидимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.